Радио 54 Радио 54 Радио 54 Радио 54 Радио 54 Радио 54 Есть вопрос, как к психологу, с эмоциональным ли выгоранием связано, либо какой-то другой, вы легко можете задать нам его до 10 утра на WhatsApp номере 913-381-0554. Итак, подошли к зеркалу, все поняли про себя сразу, ясно, эмоциональное выгорание, что делать, пошагово, как правильно себя вести. Ну, первое, наверное, остановиться и физически, и эмоционально. Вот это я вообще не умею, у меня с этим беда. Это надо тренировать, а вы как хотели. Ну, не получается, то есть я себя притормаживаю, да, говорю так, ну... Но у вас скорость бешеная, поэтому здесь даже притормозить уже хорошо. Да как можно притормозить, если ты в потоке находишься? Если ты тормозишь, ты тормозишь всех окружающих. Выйти из потока. Нет, ну это все вот слова. Нет, это действительно работает. Хорошо, Юля, вот ты завтра не пришла на работу, у тебя эмоциональное выгорание. Да нет, Екатерина говорит не о таких лобовых методах. Приостановиться, это значит выключить все то, что тебя дергает. Нет, я так тому, что что я с тобой сделаю послезавтра. Нет, ну она же не может просто так не выйти. Конечно. Но даже двигаясь на работу, вот я до вас шла, я шла через парк. И я просто остановилась в этом мгновении. Я не избавляла скорость, я шла с той же скоростью, все было хорошо, замечательно. Но я начала обращать внимание на то, что вокруг. Вот остановиться, это, наверное, почувствовать себя в мгновение. Оно может быть быстрым. И почувствовать мир, увидеть его, услышать его. Я со скрипом учусь, вот серьезно, потому что я постоянно бегу, и я понимаю, что мы сейчас, большинство из нас живет именно в таких скоростях, такое время наступило. И лишний раз обратить внимание на красивое... Помнишь, Кузнецов, как мы недавно вышли с тобой после эфира из студии, пошли прогуляться, и в стаиках копаны у одного из деревьев. Кузнецов, я вас умоляю, вы мне рассказываете, я же домой пешком хожу каждый день, я же через парк через носок. А вот ходить можно по-разному, можно остановиться, подарить себе эти драгоценные три секунды эстетического наслаждения от того, какое красивое дерево, какого цвета небо, как здорово все несется вокруг, а ты ровно дышишь. Ну это сложно. Да, да. И одновременно вот как раз мысль такая пришла, перегрузка от чего идет. У нас сейчас очень много стрессов, мы просто перегружены в принципе окружающим миром. И очень здорово это на какое-то время упростить свою жизнь, сделать так, чтобы стало всего меньше. И это можно делать по-разному, можно просто выключить свет, не знаю, в темноте посидеть. Главное в этот момент... Можно звук выключить, как некощутственно это звучит на радио. На электричество сэкономишь. Очень важно, когда ты выключаешь свет в комнате, не включать Инстаграм, Контакт, Фейсбук. Вот в соцсети сейчас психологи действительно же называют одним из самых главных отсасывателей энергии, потому что люди не только там очень много времени проводят и напрягают зрение, но еще же получают эмоциональный стресс серьезный, когда у всех все хорошо якобы, а у тебя все хуже. Да, ну вот мне только вчера моя дочка старшая рассказывала, что она отключила Инстаграм и объясняла, почему психологически это очень вредно и плохо. А дочке сколько лет? Двадцать. А, ну тогда уже можно просто... Психологически плохо. Да, то есть она это делала сознательно, удалила аккаунт. Она говорит, ну я не прощаюсь окончательно, я себе возможность восстановить все это оставляю. Круто. Но на какое-то время вот она вычеркнула это. И вот такое упрощение жизни, возвращение к чему-то простому, все что угодно, оно позволяет вот перегрузку эту снизить. И нам все досталось от наших братьев меньших, а вот мозг у нас уже другой. И если стресс накапливается, то у зверей проблем не возникает. Ну вот самый такой интересный пример из последнего, это если у гиен, у них матриархат. Самец что-то нашел, его отогнали, детенышу отдали, потому что гиены очень заботливые мамы. У него не возникает мысли о том, что он не состоялся, он вообще не мужчина, и он не как лев. И он этим не мучается совершенно. Система такая, да. Да, гепард не догнал свою там жертву. Вот, он да, он может умереть от голода, но переживать из-за стресса он не будет. А мы начинаем очень много размышлять, мы начинаем беспокоиться, тревожиться. Вот воображение свое нужно направить в другую сторону, на то, как разрешить те сложности, которые есть, с одной стороны. А с другой стороны, ту энергию, которая поступила для того, чтобы справиться со стрессом, с ней нужно что-то сделать. И вот здесь очень хорошо, и многие этим пользуются, это спортивный зал, какие-то виды спорта. Да, банально дома уборку сделать, активную, уже станет легче. Да, даже борьбу с депрессией, проводили исследования, можно лечить с помощью физической терапии. Да, каких-то физических дел, упражнений, потому что то, что наш организм, какие вещества подготовил для такой экстренной реакции, они должны сгореть. Но опять же, если ты в спорт погружаешься с головой на все 100%, это же тоже приводит к выгоранию. Нет, ну а здесь установки. Да, да, мы говорим о какой-то лайт-версии, это сейчас не усложняем, мы не о профессиональном занятии спорта. Нет, ну установки-то разные, с какими мы идем, и установки могут нас двигать в сторону от стресса, а могут туда загонять еще больше. Например, вот разговаривали только что о том, какой должен быть идеальный руководитель. Вот как только мы заявляем какую-то идеальность, мы обречены на стресс, потому что это недостижимо. И это нормально. И более того, говорят, попробуйте ошибаться, позвольте себе ошибаться. Вот, очень сложно родителям позволить, чтобы дети ошибались, особенно в оценках. Прям беда с этим. Но ошибаться нужно, потому что именно на ошибках мы растем, мы находим что-то новое, без ошибок мы очень мало и слабо учимся на самом деле. И даже такой самый, наверное, радикальный способ из последнего, это попробуйте один день, ну, условно, побыть дураком. Когда вы ничего не знаете, у вас ничего не получается. Не анализируете ничего, вот просто. Вот прямо, по полной программе, все не так. И наслаждаться этим. Это снимет груз ответственности, которая на вас висит. Обычно, значит, так, обнулиться очень хорошо помогает, очень здорово попробовать делать, наоборот, вот, как можно больше, ну, ошибок. Понятно, что не хирургу во время операции. Ну, наверное, не в прямом эфире на радио, но... Да, ну, а почему бы и нет, а вдруг вот... Только же вы знаете, как должно быть. Это да. Это да. Ну, вот смотрите, приостановились, составили список, ну, из 30-20, хорошо, пунктов, которые лично тебя радуют. Баня, массаж, любимая женщина, шоколадка. Шоколеймика, начали пользоваться, обязательно включили какую-то физическую историю, кому что ближе, кто-то для кого-то пробежка, поплавать, что-то еще, а потом... А потом заметили, что не срабатывает. Вот, как часто это бывает, я вроде бы сделала, а что-то все равно не помогает, вот что делать. Тогда включил дурака и не расстраиваешься. Нет, это тоже на короткое время. Областное радио.